МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние штрихи перед выходом. Поправить прическу, макияж, одежду, надеть туфли на уставшие от репетиции ноги. А самое главное – настроиться морально. Ведь через пару минут выход на сцену, где при ярком свете софитов несколько сотен зрителей и члены жюри оценят красоту и умение девушек показать себя на сцене. Эмоции ваши перед выходом на сцену? Паника, волнение. Нет, у меня спокойствие, я не знаю, как. У меня тоже спокойствие, даже не волнуюсь. Счастье. Наконец-то этот день достал. Готовились к конкурсу не один месяц. Большая часть претенденток из Читы отсеялась уже на этапе подготовки. Осталось 20 самых целеустремленных и, конечно же, красивых. 19 девушек из других городов – это победительницы и участницы региональных конкурсов красоты. Конкурс «Мисс Улан-Удэ» 2011 – это второй вице «Мисс». Конкурс «Краса Бурятия» и «Мисс Пресса». «Краса Бурятия» 2011 – «Мисс Талант». Конкурсантки показали себя в четырех дефиле – визитка, народный костюм, купальники и вечерние платья. Для девушек из Улан-Удэ самым сложным стало перебороть себя, выходя на сцену в купальники. Читинские красавицы переживали за выход в вечерних платьях, так как он был завершающим и поэтому самым волнительным. Гости из Красноярска долго готовились к выходу в народном костюме. Наверняка все помнят детскую сказку Андерсена про снежную королеву, в которой главная героиня – бесчувственная владычица холода, жестокая, холодная, но в то же время притягательно красивая. А какая тогда современная снежная королева? С этим вопросом мы и обратились к конкурсанткам. Мне кажется, она должна быть в первую очередь уверенная в себе, прежде всего, целеустремленная. Я думаю, что страстная. Не, но уверенная в себе, главное, скажи же, да? Уверенная в себе, любящая показать себя. Без эмоций, кстати. Она должна быть, конечно, красивая, но все-таки открытая для народа должна быть, творческая личность, и все должно быть в гармонии. Жюри выбрало 30 представительниц прекрасного пола. Эти девушки в финале конкурса в городе Манчжурия с 23 по 26 декабря будут бороться за титул снежной королевы с представительницами Китая и Монголии. Марина Кузнецова, Станислав Салтыков. Время новостей. Продолжение следует...